Друзья, нашла для вас очередной шедевр! Мне кажется, будет просто потрясающе! Это будут пирожки с морковно-укропным тестом. Посмотрим, что получится! Нам понадобится мука 550 грамм, молоко 250 мл, 2 яйца 100 грамм сливочного масла, 2 чайные ложки сахара, 1 чайная ложка соли и 1 чайная ложка дрожжей. Для начала в теплое молоко отправим сахар, пару-тройку ложек муки и сюда же дрожжи. Все перемешаем и даем постоять минут 10. Тесто я буду заводить миксером, замешивать. Отправляем в муку соль, яйца и нашу опару. Конечно, можно завести и вручную все это вымесить, но миксер выручает. Использовать я буду насадку крюк, она именно для замешивания теста и нужна. Как видите, тесто достаточно мягкое получилось, он еще все липнет. Теперь добавляем в него кубиками порезанное мягкое масло и продолжаем вымешивать. Вот такое мягкое и очень эластичное тесто получилось. При этом оно не липнет к рукам, да и к столу оно не липнет. У вас может уйти чуть больше или чуть меньше муки. Все зависит от того, какая влажность у вашей муки. Все, убираем в чашку, накрываем пленкой и оставляем для подъема минут на 40 на час. В зависимости от того, какая температура у вас на кухне. У нас сейчас на кухне жарко, поэтому я думаю, подойдет быстро. Еще нам понадобится небольшой пучок укропа, одна морковь, по 150 грамм я взяла творог и брынзу. Брынза немножко солоновато, поэтому в начинке смиксуем и будет вкусно. Морковь натираем на мелкой терке, не которая совсем мелкая, с дырочками, а обычная вот такая. А укроп измельчаем. Тесто подошло, посмотрите, какое классное. Вот оно. И сейчас что мы делаем? Мы берем и отправляем сюда морковку и укроп. И все это хорошо вымешиваем. Вот такое красивующее тесто получилось. Я немножко смазала стул маслом растительным, чтобы оно не прилипало тесто, потому что немножко липнет. Все, теперь можно заниматься формированием пирожков. Нам нужно будет поделить тесто на вот такие вот шарики небольшие. У меня получилось 20 шариков по 60 грамм. Все, накрываю пленкой и даю тесту постоять еще минут 10-15. Для самой начинки смешаем брынзу с творогом. Если нужно, если хотите, можно добавить по вкусу перчик, паприку. Я ничего добавлять не буду. Хочется вот такого простого деревенского вкуса. Тесто постояло, очень нежное. Я чуть-чуть муки оставлю еще на столе. Разминаем лепешечку. Кладем нашу начинку. Очень вкусно творожок. У меня творожок фермерский. С брынзой вообще. Я бы его так ела без всякой выпечки. Но с выпечкой будет, я думаю, вообще волшебно. Здесь вы меня простите за три раза вообще. Делаем вот такие вот маленькие чебуречки. Чтобы они у нас были красивые. Включаем духовку на 200 градусов. И пока она нагревается, дадим нашим пирожкам расстояться. Это буквально минут 10. Расстоявшиеся пирожочки смазываем яйцом. Я сделала просто смесь желтка и молока. Поэтому у меня такая яркая получилась помазка. Выпекаем при температуре 200 градусов до готовности. Сколько это займет времени? Ну, я посмотрю по своей духовке, скажу вам. Вы ориентируйтесь все равно на свою. Друзья, они восхитительны. Пахнут укропчиком. Очень красивые. Посмотрите, какие классные. Поджарились с обеих сторон. Сейчас немного остужу на решетке и будем пробовать. Но получились обалденные. Мне уже очень нравится. Надеюсь, они будут такие же и на вкус. Дождаться, пока пирожки остынут, нет никакой возможности. Посмотрим. Друзья, ну посмотрите, как классно получилось. Начинки много. Тесто тончайшее. Красота неимоверная. Посмотрите, какое пышное. И вот оно вот так само восстанавливается. И это при условии, что оно горячее. Пробуем? Друзья мои, это очень вкусно. Тесто нежное, ароматное. Вот с этим привкусом укропа. Начинка солоноватая, вкуснючая, сочная. Брынза с творожком. Они вот так соединились, как будто бы они такие были. Очень рекомендую готовить обязательно. Классные, вкусные, интересные, оригинальные. Я думаю, что радовать семью такими пирожками одно удовольствие. Не забывайте, что если вам их много, то их можно заморозить. И доставать каждое утро, размораживать либо в духовке, либо в микроволновке. И получать вкуснейшую выпечку к утреннему кофе. Или просто на завтрак. Обязательно готовьте по нашим рецептам. И все будет невероятно вкусно. А с вами была я, Валерия. Это проект Другая Кухня. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok